Фарфоровый ангел Свет в 2011 году Потом была моя работа над книгой Брисбинский иконописец Арсений Савицкий о 19-летнем Гордомарине из Владивостока Затем работала над книгой «Подвиг русского духа» И всякий раз, работая по той или иной теме, записывая истории русских людей, попавших в воле и судьбе в эмиграцию, я слышала бесчисленное количество Жизненных историй, которые не совсем подходили к теме книги, но не записать их было невозможно Так очень много было услышано мной, когда я писала книгу «Подвиг русского духа» И вот именно тогда была задумана моя книга из серии «Непридуманные рассказы» Иногда люди просили написать их историю в статье Другие говорили, что эта информация только для нашей личной беседы А кто-то не возражал, что история их станет рассказом и войдет в книгу Книга, которая называется «Фарфоровый ангел» была написана по воспоминаниям женщины, которая просила не упоминать ее имя Просила изменить и фамилию, и название некоторых населенных пунктов А название города Брисбана она просила оставить так, как есть Каждое повествование, оно должно быть правдивым И каждый повествователь понимал, что их личные судьбы – это часть истории России И очень важно знать молодежи живые примеры, а не просто историю, обобщенную темами в учебниках под названием «Великая Отечественная война» или «Белое движение» Невозможно прочувствовать историю целой страны, не увидев и не приняв боль человека Лично пережившего трагедию того или иного времени Сегодня книга невыдуманных повестей, рассказов из жизни русских эмигрантов в Австралии перед вами Каждое повествование – это жизнь человека, оставившего Родину в силу разных причин Кому-то эти переживания будут очень близки Кто-то всплохнет, а кто-то скажет, что все это нереально В любом случае, я пишу это для людей молодого поколения Стоящего сегодня у руля жизни, от которого зависит мир на земле Твое пренебрежительное отношение к истории и жизни всех предков Рождает новые политические катаклизмы, кровавые противоречия, национальные и религиозные войны И ведет к незаживлению старых кровоточащих ран И к новым глобальным проблемам, ошибкам Женщины, рассказавшей мне эту историю, уже нет Она умерла в австралийском городе Брисбене в 2013 году Поведав мне эту историю за два года до ее кончины Это все, что она могла оставить после себя в этом мире Много этого или мало Для меня оказалось это ответственным грузом Который я носила несколько лет, обдумывая и решая Надо ли кому-то знать эту историю Я выросла сиротой И, вероятно, потому мои чувства оголены Как незащищенные изоляцией электрические провода Воспринимающие и проносящие через себя Все услышанное, увиденное До физического ощущения боли До самосожжения от переживаний Нужны ли эти рассказы сегодня? Дети войны Смотрят в небо глаза воспаленные Дети войны В сердце маленьком горе бездонное В сердце словно отчаянный гром Ленинградский гремит метроном Неумолчный гремит метроном Дети войны Набивались в теплушке открытые Дети войны Хоронили игрушки убитые Никогда я забыть не смогу Крошки хлеба на белом снегу Крошки хлеба на белом снегу Дети войны Дети войны Дети войны Я хорошо помню, как объявили войну За две недели до вторжения гитлеровцев На советскую землю Мне исполнилось шесть лет Я хорошо помню, как объявили войну Уже через несколько дней Мы провожали папу на фронт Мама плакала Мои четыре сестренки и брат Прижались к ней И тоже плакали Я не плакала Почему? Наверное, потому что не представляла весь ужас предстоящей войны То, что слово «война» — это самое страшное слово на свете, я поняла, когда в Полесье пришли немцы Мы с восьмилетним братом Петей пасли за поселком в нашу корову и соседскую Как вдруг увидели летящие в ней самолеты Обрадовались, стали махать им руками Петя кричал Это я первый их увидел Я, как всегда, выступающая старшему брату Смекалки и ловкости Уже собралась согласиться с его первенством Как вдруг от самолетов стали отделяться какие-то, как мне показалось, черные мешки Падая на землю, они стали с оглушающим боем взрываться рядом с нами Соседскую корову убило сразу Мы с Петей побежали к лесу Бомбы разрывались за нами и впереди нас Вдруг Петя вскрикнул, упал в траву и замолчал Я, захлебываясь от слез, побежала к нему и увидела окровавленную рубавку брата Петя лежал, распластавшись в высокой траве и не двигался Осколком мины его проборозило живот Не открывая глаз, он еле шептал И пик лесу, а потом заманкали Я побежала, что было сил Самолеты летали Пилоты, видимо, решили, что мы убиты И на корову от страха взвесившимся и бегающих по полю Тратить снаряды не захотели Я выбралась из высокой осоки и побежала в деревню, в медпункт, где работала мама В медпункте никого не было, ни медицинского персонала, ни больных Я снова в отчаянии понеслась в поле К Пете, не понимая, что происходит и что делать За поселком я увидела убежавших по кукурузному полю людей Впереди всех убежала мама К Пете мы выходили, промывая рану подсоленной водой И перевязывая рваными пододеяльниками Пропитанными мазью и сметаной и трав Каждые три часа мы с сестренками полили его горячим молоком Надойным от оставшихся живых коров Нашей кормилицы Маньки Убитую соседскую молочную телочку Мама и соседка тетя Шура Разрубили на куски, посолили и повесили в сарай Готовясь к непредсказуемой зиме Немцы в нашей деревне В середине июля 1941 года Я впервые увидела немцев совсем близко Они въезжали в нашу деревню городная Столинского района Сидя по три человека на новеньких мотоциклах Сидящие в колясках мотоциклах немцы Наигрывали веселые мелодии на губных гармошках Эти звуки, исходящие из губных гармошек С тех пор кажутся мне самыми ужасающими мелодиями Предвещающими беду Придя в Полесье Немцы стали бесцеремонно по-хозяйски расселяться По всем населенным пунктам районов Жители нашей деревни У кого не было маленьких детей и престарелых родителей Уходили в леса И прибивались к партизанам Мама с пятью детьми Младшей из которых была я Бежать из деревни никуда не могла Немцы вскоре набрали к себе на службу из местных жителей полицаев И назначили староста Мама говорила Мама говорила Полицаем о наших съестных припасах Сразу же как было объявлено о сборе продуктов для немецких солдат Начались узаконенные погромы И грабежи Нашими же соседями Я увидела своих односельчан воочию Которые до войны были всегда к нам добры А тут, чтобы услужить немцам Натравливали на нас собак Я слышала Как громогласная соседка тетя Груни У которой муж тоже был на фронте А дома трое малолетних детишек И немощная старушка свекровь Рассказывала моей маме Сгоняются дворов И уничтожают мужиков, коммунистов и евреев старше пятнадцати лет Полицаи уверены Что немцы пришли в Полесье навсегда Ты не волнуйся У нас в доме мужиков старше восьми лет нет Успокаивала себя и маму Раскрасневшаяся тетя Груня Успокоившись, что за нами не придут И спрятавшись за занавеску Я наблюдала из окна Как полицай Гришка Шел по поселку с немцами И показывал пальцем на дворы В которые можно поселять Вновь прибывающих немецких солдат Или забирать скотин Выгонять на улицу хозяев А не при неповиновении Расстреливать на месте Наш небольшой старый бревенчатый дом Несколько раз проходили мимо Я была уверена, что к нам не зайдут Мы не были ни коммунистами Ни евреями В один из дней Гришка махнул рукой В сторону нашего двора И я своим детским чутьем поняла Что за нами тоже пришли В центре деревни Городная стоял общий колодец У которого родители раньше часто встречались с односельчанами Набирая воду, рассуждали о жизни А мы, дети, тут же бегали, играя в догонялки, в прятки Теперь нас всех, свои же односельчане Согнали к колодцу И заставили раздеться до нижнего белья Мужчин заставили поднимать воду из колодца Чтобы потом под дружный смех полицаев Обливать себя и нас ледяной колодезной водой Одежду нашу бросили у колодца Залили водой И втоптали в грязь, приплясывая Свекровь тети Груни, совсем уже ветхая пожилая женщина Пыталась вытянуть из грязи свою юбку Молодой полицай, говоривший на польском языке Пнул ей в лицо сапогон Старушка упала в грязь и больше не поднялась Полицаю, пнувшему в лицо старушки На вид был чуть более двадцать лет Ввел он себя героем и храбрился перед немцами Завоевывая у них расположение и доверие Кто-то из мужчин, из пригнанных к колодцу зрителей Стал громко по-русски материться, защищая замерзавших людей Его тут же застрелил немец С довольной улыбкой победителя Я ощутила себя беспомощным животным Ночевали мы в ту ночь Под открытым небом Загнанным в наскоро сколоченной лагерь Где не было крыши А только высокий деревянный забор Многие не пережили эту первую ночь И остались лежать в земле деревни Городная навсегда Уже к концу следующего дня В деревне был построен коридор Из колючей проволоки в три леда А наутро оставшихся в живых гнали по этому коридору Коридор был узкий И хорошо просматривался с вышки наблюдателей Которую также соорудили за полтора дня Два надзирателя стояли на невысокой вышке И указывали, кого в какую сторону толкут Вправо или влево Молодых женщин и девушек Загоняли влево В отгороженной сеткой закон А стариков, немощных людей Беременных женщин И маленьких детей вправо Грудных детей Силой отрывали от кормящих матерей И если мать кричала и неистово сопротивлялась Грудничка брали за ноги И головой вниз И на глазах матери Разрывали на две части Следующие женщины Отдавали детей без рот Моей старшей сестре Маруся Было 16 лет А средней филе 14 Их втолкнули в загон К молодым женщинам Мама успела схватить с моей головы шапку И подсунула себе под платье Надзиратель, видя ее отягощенность беременностью Швырнул меня вместе с ней к немощным Восьмилетнего брата И одиннадцатилетнюю сестру Силу тоже втолкнули с нами Молодых женщин, как и моих сестер С криками «Подлай собак!» Стали втрамбовывать грузовики И повели в сторону Железнодорожной станции горы Которая находилась от нашей деревни На расстоянии 21 километра Теклые вещи, продукты Которые нас заставили взять с собой Полицаи отбирали И бросали в две кучи В одну крупу хлеб В другую валенки, ботинки, пальто Оставшихся людей Включая меня с мамой Братом и сестренкой Погнали пешком По дороге Смешавшиеся То глиной Затклыми лужами То заваленные малышки В этот день я посидела, как и мама В дороге я простыла Ослабла Чувствовала жар в теле И еле могла передвигаться Иногда нам разрешали останавливаться на отдых Во время одного перекура Два полицаи пытались схватить меня И оторвать от мамы Мама начала кричать Биться руками, ногами Потом стала улыбаться Поднимать юбку И даже падать на колени Перед этими злыми людьми Потом маму увели И меня больше не трогали Мою 11-летнюю сестру Симу Полицаи схватили за ноги И утащили в лес Волоча головой по земле Мама начала кричать Но ей пнули сапогом в живот Она упала и потеряла сознание Брат бросился защищать сестру Размахивая детскими ручонками Ему разбили голову прикладом И сдав последний глухой звук Петя так и остался лежать на дороге Патронов они на нас жалели Симу мы тоже больше не видели В этот день я посидела, как и мама Дальше сопровождали нас солдаты вермахта С овчарками Мы проходили деревни На одну ночь Нас закрыли в скотном дворе Набили сарай людьми так тесно Что мы не могли присесть Взрослые засыпали стоя Навалившись друг на друга Того, кто к утру совсем ослабел Вытащили на улицу И расстреляли прямо у ворот В одной деревне Детям разрешили пройти по деревне И просить милостыню Жители деревень были сами голодны Но делились вареной картошкой Сухарями На железнодорожной станции Нас всех посадили в вагон И везли в товарном поезде В котором не было крыши Меня мама положила на солому В самый дальний угол вагона Закидала какими-то пахнувшими гнилью Тряпками, узлами Валявшимися в вагоне еще до нас И строго сказала Молчи, что бы ни случилось Тебя здесь нет Даже если поезд перевернется Тебя больше нет на свете С этими словами я прожила всю жизнь Я чаще молчала, чем говорила И часто путала реальность со снами В те моменты Когда я видела несправедливость Я срывалась защищать слабого И становилась совершенно неуправляемой В своем гневе В такие минуты я уже не знала На этом ли я свете или нет До себя мне становилось все равно Лишь бы добиться правды И защитить обиженного Чаще в таких ситуациях Я становилась виноватой И никто меня не защищал Даже те, ради которых Я готова была идти в бой Против явно превышающей силы Слово гетто И по ее ногам В казарме стоял гнетущий запах мочи и мертвичины Слово мертвичина я услышала там впервые Когда наутро под лай собак В казарму вбежали пленные в полосатых пижамах И стали вытаскивать И стали вытаскивать на носилках мертвецов Мертвых младенцев Выносили цинковыми глазами Потом я этих мертвецов Видела в ямах За сараями лагеря Рядом с ямами Кирпичными печами Стояли штыбелями железные банки С английскими надписями Читать я еще не умела Но надпись В глазах осталась На всю жизнь В глазах Так начиналось каждое утро Под лай собак Открывались скрипучие двери казармы И мама Так и другие женщины Должны были выбегать из казармы Дети приходили по следу Потом снова выносили трупы тех Кто отмочился за ночь Меня постоянно тошнило От зловорного запаха казармы Сначала я не понимала Что происходило Но потом поняла Что мы с вами Концлагерь Слово концлагерь До того как я в него попала Я тоже не слышала Слово детка Боюсь произносить И сейчас В один из дней Нас снова посадили в душные Закрытые машины И куда-то повезли В машине стояла полная тишина Я поняла Что взрослые молятся Я тоже молилась И просила Бога Пожить еще хотя бы немного так Как мы жили до войны Паники в машине не было Мы все знали Даже дети Что отъехав от города У машины пустят газ И сегодняшний день Станет для нас последним Однако этого не случилось Нас вскоре выгрузили На жизнь в дорожные станции И стали снова загонять В товарный поезд Стены вагона В которые мы с мамой попали Были высокими Соседние вагоны Были совершенно открыты И туда тоже Загоняли узников В нашем вагоне До нас везли строительную вату Перебитое стекло И мы все начали чесаться Мы же чесались от вшей И не от колючей ваты Это было уже трудно понять Я пороняла ногу Бутылочными осколками Которые валялись По всему вагону Рана начала гноиться Мама несколько раз в день Нюхала мою ногу И говорила Главное, чтобы не было Гангрена Когда будешь выходить Из вагона Постарайся не хромать Гангрену я избежала Но в детское сердце Вселился страх От которого при каждом Резком звуке Тряслись руки От чувства страха Я начинала мерзнуть так Как будто попадала В ледяную прорубь Или в зубы волка Которым меня в сказках Перед сном пугали в детстве Только тогда мне представлялся Маленький волчок Который ухватит за бочок А сейчас в моем воображении Стоял громадный волчище С красными глазами У которого из челюсти Капала слюна От страха мне не хватало воздуха Очень хотелось пить В тот день нас привезли В какой-то темный кирпичный дом В котором пахло лекарством И всем детям сделали укол Четверых маленьких девочек Там оставили А остальные детей Увезли обратно в лагерь Женщин оставили на станции В качестве грузчиков Для погрузки в вагоны ящиков С пустыми стеклянными пробирками И битым стеклом Я грызла руки людей Чтобы заполучить крошку хлеба Сколько я себя помню В концлагере Я все время была голодной При виде черного лесневелого сухаря Я набрасывалась на него И грызла так Что кровь выступала из десен Мама ласково шептала Не спеши Это все твое Еще не доев сухарь Я начинала безудержно Икать И мама снова меня успокаивала Иногда она гладила по голове Или ласково постукивала по спине Произносила какое-то странное слово Диафрагма Мама до войны была детским врачом И часто произносила непонятные Медицинские слова Поглаживая по спине Мама говорила Это не страшно Это диафрагма Сейчас все пройдет Водички бы Но воды не было И икота долго не проходила Наконец Я успокаивалась И задавала маме В очередной раз вопрос А почему ты не кушаешь? Мама всегда отвечала Я не хочу кушать Я не голодна Я и верила Я всегда верила К каждому слову мамы Наивно думая Что голодными бывают только дети А взрослые уже выросли И поэтому не хотят кушать Воду нам давали очень редко Иногда привозили хлеб И охранники Стоя по другую сторону сетки Отламывали от буханки куски хлеба И перекидывали через сетку При этом старались подбрасывать Как можно выше Чтобы мы могли видеть Куда летит кусок И все одновременно бросались В одно место В эти минуты Я все больше чувствовала себя Затравленным волчонком И грызла руки других людей Чтобы заполучить хоть крошку хлеба Люди грызли в кровь мои руки Иногда маме удавалось Выхватить кусок хлеба Но это происходило все реже Мама сломела с каждым днем Ты скоро поедешь к бабушке В один из вечеров После тяжелого рабочего дня К казану пришла женщина в форме Какая на ней была форма Я уже не помню Но только она точно была незаключенная Проходя мимо наших нар Она что-то быстро сказала маме Я по маминым глазам поняла Что она этой новостью довольна Я давно не видела у мамы Блеска в глазах Как это было раньше Сейчас же глаза мамины Улыбнулись И только я собралась Порадоваться вместе с мамой Как увидела Что через несколько секунд По ее щекам покатились слезы Мама со всех сил Старалась мне показывать Своих чувств И почему-то все время Смотрела на меня Женщина, которую я видела В казарме Второй раз Быстро ушла Я помню, как после ее ухода Я донимала маму Вопросом Кто это? Что она сказала? Мама молчала А мне от этого молчания Еще сильнее хотелось кушать Мама крепко обняла меня Посмотрела мне в глаза С такой обжигающей тоской И вместе с тем С надеждой Что мне снова захотелось плакать Прижав Свои теплые Ласковые губы К моему уху Мама прошептала Скоро поедешь к бабушке Только ничего не бойся Эта тетя тебя увезет к ней А ты поедешь со мной? Спросила я маму Нет, я не могу У меня работа Я приеду позже Лазарет На следующее утро Меня и еще пятерых девочек Увезли в лазарет Где мы весь день убирали И мыли ночные горшки Выливали мочу из уток Мне досталась самая неприятная работа Я мыла плевательницы После туберкулезных больных Несколько раз меня рвало И злая надзирательница Кричала на меня И замахивалась кулаком Но не ударила Потом она перевела меня В прачечню Где мне нужно было Разбирать белье по корыту А потом стирать вручную Вши ползали по белью И заползали мне под рукава Потом под рубашку Я начинала чесаться Старшая девочка лет двенадцать Мне сказала Не чешись Терпи Вши тифозной И если заметят, что ты чешешься Тебя расстреляют Или сделают укол Как моей сестре А где твоя сестра? Она умерла после укола Ее унесли из казармы Наваляться в куче за сараем Потом, когда яма наполнится Их сожгут Или закопают в этой яме Девочка говорила об этом Как о самом обыденном деле Как будто шла речь Не об убитой сестренке А об обычном мешке мусора Который унесли на свалку И его предстоит уничтожить Я до сих пор Помню холодное лицо Этой девочки Сколько же надо пережить Чтобы двенадцать лет Достать такой камень От слов этой девочки Мне стало совсем жутко Я больше никогда Ни о чем ее не спрашивала Я больше не расчесывала себя в кровь Хотя чувствовала Как шиползали по телу И ежеминутно кусали меня В тот вечер Мама в камеру не вернулась Больше я ее Никогда не видела Когда читаешь «Фарфорового ангела» Душа урвет на куски от боли За судьбу главной героини Хочется поделиться причитанным Хочется, чтобы как можно больше людей Знали о войне И о всех ее сторонах Неправильно чтить только тех Кто носит ордена и медали Ведь есть и маленькие люди Простые люди Чья жизнь Навсегда была разрушена нацистами Нет семей, которых бы война обошла стороной И пока мы помним Пока мы читаем военные произведения Изучаем историю И смотрим кино Эти люди Эти герои Живут в сердцах каждого из нас Зимфиром Я плакала всю ночь от того, что мама не вернулась Но при воспоминании маминных слов Тебя больше нет на свете, что бы ни случилось Я затихла И на некоторое время провалилась в сон Утро, как обычно, началось с лая собак И со скрипа тяжелых ворот Устники выбегали на му Как обычно, выходили позднее Дети в концлагере были разного возраста Особенно мне запомнились две девочки-близняшки Очень красивые С черными выразительными глазками И вьющимися черными кудряшками Их недавно привезли И они были, как две маленькие куколки Мне все время хотелось потрогать их кукольные кудряшки За ними приглядывала какая-то женщина Но на их маму она не была похожа Она их часто одергивала И видно было, что девочки ее раздражали Девочкам было около 4-5 лет В это утро из камеры вышла только одна девочка Я помню ее имя Ее звали Земфира Я запомнила это имя Потому что оно напоминало мне сладкий зефир Я ее так и называла Зефир А может, это вышло не Земфира, а ее сестренка Имя другой девочки я не запомнила Они были похожи друг на друга, как две капли воды Земфира подбежала ко мне и сказала Что сестренка ее вчера заболела Ей поставили укол И она очень крепко спит И, наверное, ее побьет за то, что она не смогла проснуться Мы вышли на свежий воздух Было прохладно Но солнце так улыбчиво светило Пробираясь своими теплыми лучами За ворот пижамы, под которые уже ходуно Ходили размножившиеся в шею Моя мама не вернулась Прошептала я девочке на ухо В это время ко мне стал приближаться надсмолвщик И я сжалась от предчувствия воли От удара приклада или сапога Он наклонился и сказал Ты видишь у той самой высокой стены люк? Когда вас посчитают и будут разбивать на группы Ты должна незаметно подойти к люку и прыгнуть в него Я боюсь прыгать в люк Тебя ждет мама Последняя его фраза Все затмила в моем сознании Чтобы быть снова с мамой Я готова была прыгать С крыши самого высокого дома Из казарм Как обычно стали выносить тела умерших узников На одной из носилок я увидела Свешившуюся головку маленькой смолы девочки Черно-пудряшки ее рассыпались И развивались от ветра И от покачиваний носилок На которых лежало еще несколько умерших детей У меня все похолодело в груди Земфира стояла уже в другом ряду Нас расставляли по возрасту и по росту Сестренку свою, которую уносили в зловещую яму Она не видела И все еще переживала Что сестренку накажут за то Что она не смогла проснуться После того, как всех пересчитали на утренние переклички У нас было несколько свободных минут Пока со двора уводили взрослых и выносили трупы Я незаметно стала пробираться в сторону люка Там уже стояло несколько оборванных девочек И о чем-то говорили Может они тоже со мной, подумала я В это время к люку подошел все тот же человек в форме И стал их прикладом отгонять от люка Я остановилась Человек резко подошел ко мне и строго крикнул «Чего стоишь? Прыгай быстрей! У тебя нет времени!» Я, как ошпаренная, рванулась к люку и прыгнула в него Сердце мое перехватило от страха и темноты Я летела с бешеной скоростью в шахту и поняла, что это конец Полминуты полета в бездну мне показались вечностью Кричать я боялась Еще момент, и мне стало совершенно безразлично, что со мной будет Тело мое обмякло Я даже не пыталась сжиматься, понимая, что еще несколько секунд и я ударюсь о каменный пол шахты Я поняла, что меня обманул тот человек в немецкой форме, который почему-то говорил по-русски Мне еще успело вспомнить, как мне однажды показалось, что в этом же люке пропал мальчик Который прыгнул и исчез навсегда Я стояла тогда не очень далеко от люка и думала, что мальчик упал, не заметив, что прыжка от люка открыта Хотела позвать на помощь, но мне кто-то грубо зажал рот здоровенной рукой Я чуть не задохнулась от отсутствия воздуха и запаха прокисшей капусты, которой пропахла эта грубая рука В то утро прибыло много новых узников в лагерь Никто не заметил инцидента, а может и заметили, но не придали значения Охранники иногда так шутили, хватая девочек, чтобы похлопать их по попе Больше себе они ничего не позволяли, да и то это было только в темноте Один раз я видела, как охранник после того, как схватил новую, совсем еще чистенькую девочку Потом со стервенением разбил ей голову лопатой Голова лопнула, разбилась, как упавший на землю арбуз Девочка забилась в конвульсии и успокоилась Охранник тоже успокоился и прохаживался спокойно по двору Останавливаясь взглядом на новеньких девочках, которых еще не кусали в ши И не было на лицах признака волчьего голода Вдруг мои мысли и полет оборвались от того, что я почувствовал, что долетают одна шахта Но прежде чем удариться одной этой страшной ямой, меня кто-то крепко схватил И мы упали вместе Я ударилась головой о стену, но не упала на пол Было темно, сыро, попискивали крыса Я не видела, кто держал меня за руку, но поняла, что это не мама Потом мы бежали в темноте Я постоянно падала, потому что тот, кто тащил меня, бежал намного быстрее Под ногами были камни, вода Правый мой ботинок с отвалившейся подошвой И привязанный к ноге веревкой, то и дело цеплялся в какие-то трубы, проволоку Бежать я больше не могла Большой человек, который тащил меня за руку, остановился и привалился спиной к стене Я привалилась рядом Стена была сырой, холодной Меня трясло от страха И хотелось плакать от боли в руках, кровоточащих коленок и ушибленной головы Наконец мне удалось увидеть лицо человека Оно не показалось мне безобразным, как я ожидала Лицо не улыбалось, но не ругалось Человек сказал, чтобы я не боялась, потому что он из живота Я так и не поняла, из какого он живота И почему-то мне снова вспомнилась наша корова Манька Которая попала в живот, когда ее съели немецкие солдаты Постепенно я стала приходить в себя Уже став взрослой, я узнала, что спасли меня люди из организации сопротивления Под названием Жигота Болезнь Несколько недель тяжело болела и практически ничего не помнила И не понимала, что происходит Сухой кашель душил меня так, что вырывало все изнутри И мне хотелось в эти минуты умереть Я лежала в большой чужой комнате с черными занавесками И постоянно закрытыми ставнями И все время мерзла Время от времени ко мне подходила немолодая женщина И давала мне пить кипяток Несколько раз приходили незнакомые люди И вызывали врача Который с первого же визита сделал заключение Коклюш В комнате постоянно вешайте влажное белье Ей так легче дышать Лекарств нет Давайте ей пить горячую воду А вось выкарабкается Кушать я совсем не хотела и голода не чувствовала Мама практически не вспоминала То ли забыла То ли случилось что-то с памятью Лежала и часами разглядывала потолок Который был очень высокий И украшен вокруг висячей керосиновой лампы Потемневшей репниной На стене у кровати Висела репродукция На которой танцевали счастливые зайцы Зайчихи были в ярких сарафанах А дяди зайцы в широких синих шароварах И вышитых рубахах Я была уверена, что на картине Изображена большая зайчья семья А не просто компания друзей Часами разглядывала эту счастливую зайчу семей В те минуты я мечтала не о доме Не о маме и о папе Не о том, как встречусь с сестренками Я мечтала о том, как буду петь и танцевать Зайчатами на зеленой полянке В красивом вышитом сарафане Совершенно глупая мечта умирающей девочки Я никогда не танцевала, не пела Поскольку в детский сад не ходила А в школу не успела Пойти по малолетнему возрасту Дома я иногда читала стихи для гостей Стоя на табуретке Ослабев от воспоминаний и мечты Глядя на репродукцию на стене Я снова проваливалась в сон И просыпалась от приступа Изнуряющего кашля В своих снах я еще много лет И танцевала со счастливыми зайцами на лужайке Ферма Прошло еще несколько недель Прежде чем меня повезли далеко за город Я услышала, что везут меня к немцам на ферму И сердце мое сжалось От невыносимой жалости к себе Но сопротивляться не было сил Я молча покорялась взрослым И думала только о том Чтобы не было больно Когда меня будут есть Эти мысли были тоже глупостью Но тогда я не могла думать больше ни о чем Я пыталась понять Почему меня сразу не убили в этом большом доме А тратили деньги на докторов Вспомнила Как мои родители раз в году Покупали маленького розового забавного поросенка Как ухаживали за ним Чтобы заколоть его осенью И питаться им всю зиму Я всегда плакала Когда слышала виск животного перед его смертью В тот же день Как закалывали несчастное животное Жарили его свежую кровь На большой чугунной сковороде И приглашали соседей из тех домов Мужчины из которых участвовали в рубке и в полении туши Соседи на ужин приходили с детьми Со стариками Все веселились Поедая парное вареное мясо И жареную кровь А я плакала Понимаю, что уже больше никогда Не полюблю этих людей Которые пришли есть нашего поросенка Пораженный горем Мой мозг способен был После концлагеря Воспроизводить Только самые страшные картины Пережитого опыта И постоянно ожидать собственную смерть Прошло уже несколько десятилетий С того дня Когда везли меня на ферму После куплюши Полученного в концлагере Я до сих пор холодею Ужасаясь от воспоминаний Пережитых чувств Когда загнанная жизнью И страх в угол Я маленькой девочкой Покорно приготовилась к тому Что везут меня на ферму Чтобы там съесть Привезли меня в тот же день На животноводческую ферму И поселили в немецкой семье Вскоре я поняла Что кушать меня никто не собирается Моя обязанность была Помогать семье фермеров По хозяйствам Это было начало 1943 года Мне исполнилось 8 лет Отрывок из книги Людмилы Ларкиной Фарфоровый ангел Под названием Фарфоровый ангел После лишений Которые я пережила Свои 8 лет Жизнь на ферме Мне показалась совершенным раем Хотя вставать надо было В 4 утра Чтобы почистить хлеб Подготовить ведра Полотенце к дойке коров Покормить кур, гуси Убрать дом В семье, в которой меня поселили Было трое детей Все они тоже помогали Взрывы Она была вставать раньше всех Но меня это ничуть не обижало В школу я не ходила Я знала свое место Понимая, что они Это семья А я домработница Меня никто не обижал Я была благодарна за то Что мне разрешали смотреть Как играют дети Как им дарят подарки Как они веселятся Я никогда не испытывала чувства зависти Потому что знала Что это не мое И моим быть не могло Мне разрешали радоваться за детей И искренне радовалась за них И была благодарна Что у меня оставалось время Смотреть на их игры Все дети в немецкой семье Были моими сверстниками С разницей возрасте 1-2 года В один из дней Было семейство Фрэн Вместе с супругой Гертрудой Отправились на рынок в город В доме оставались Их пожилые родители Моника и Андерс Которые были ко мне особенно добры Детей Мартина Габриэль и Петру Увезли в школу Сразу, как только затихло в доме Я принялась натирать полы на веранде На веранду вышла Моника Пожилая дама лет 80 И протянула мне предмет Звернутый в белую атласную ткань Я покорно взяла сверток Думая, что завернутую вещь Необходимо почистить Открой Сказала мне фрау Моника И коснулась правой рукой Моих вывившихся из косичек волос Не бойся Повторила женщина И стала помогать мне разворачивать сверток Мы вместе освобождали от ткани Шелестящей бумаги что-то твердое И в моих руках Оказалась фарфоровая статуэтка В виде небольшого ангелочка С позолоченными крылышками Руки мои задрожали Плечи стали выбивать мелкую Нездержимую дрожь И я заплакала Что с тобой? Девочка, изумилась пожилая женщина Почему ты плачешь? Ты чего-то испугалась? Говорила она на ломаном русском языке Но я ее понимала У меня был такой же ангелочек Пошатала я сквозь слезы Но его отобрали Когда заставили сдать вещи Перед тем, как нас затолкнули в вагон Он остался там Я не смогла спасти моего ангелочка Он всегда был рядом со мной И стоял дома на моей голубой тумбочке Когда мы убегали Я хотела спасти его И взяла с собой Потом был концлагерь Я снова заплакала И почему-то мне показалось Что при этой пожилой даме В белом ночном чепчике Я могу плакать громко Впервые В отсутствие мамы Я заплакала в голос Девочка моя Бери Повелительно Но ласково сказала пожилая женщина Это твой ангел Он нашел тебя и прилетел сегодня И уже никогда тебя не оставит Он будет всегда хранить и защищать тебя от бед Ты всегда будешь счастливой Ты должна ему верить Чтобы ему легче было помогать тебе Я прижала фарфорового ангелочка в груди И боялась выпустить его из рук Все мои годы дальнейшей жизни Эта фарфоровая фигурка была со мной И сейчас она в моей комнате В дальнейшем И несколько раз видела Такие фарфоровые ангелочки В разных домах Как и белых слоников на тумбочках Сейчас я понимаю Что пожилая женщина Подарила мне самую обыкновенную Фарфоровую статуэтку Которую украшали в то время многие дома Но я сразу поверила Что это именно тот ангел Нашел меня Который мне дарила мама И с которым мне пришлось расстаться Перед концлагерем Я всю жизнь вспоминаю фрау Монику Она считала Что ничего не могла сделать для меня значащего Но именно немецкая пожилая женщина С добрым сердцем Дала мне надежду на счастливую жизнь Ангел мамин вернулся ко мне И я верила Что он будет помогать мне И будет всегда со мной Первое платье Вернувшись с рынка Хозяева дома Отдарили детей подарками Особенно мне нравились Как девочки Габриэля Петра Примеряли свои новые платья Оказалось Что с рынка и мне привезли подарок Голубой кусок штабеля С черными завитушками И желтыми колосьями Рисунок на новенькой пахнушей краской ткани Напоминал мне голубое небо И поле ржи Расположенное недалеко от нашего дома В довоенное время Я робко спросила хозяйку Могу ли я сама шить это платье К моему удивлению А возможно из-за экономии Право детфруда сразу согласилась И мне разрешили подойти к швейной машинке И пользоваться ей Хозяин Фрэнк спросил Могу ли я заправлять нитки Ставить челнок И вообще Видела ли швейные машинки Машинку я видела несколько раз Бабушке на доме И мне очень тогда хотелось На ней старочить для кугол платье Но бабушка строго-настрого Запретила подходить к дорогой вещи Пока не выросла Я могла только смотреть Как бабушка ловко заправляет нить в иголку Как вставляет челнок Как придет строчку Бабушка моя Пожалуй была единственная в дереве счастливица Которая имела свою швейную машинку И очень этим гордилась Берегла ее И никого не подпускала Кроме как желающих Понаблюдать за ее умелыми И быстрыми руками Свои первые платья Я сшила с большим усердием Свободное время Отмененных работ по дому и ферме Я сшила короткий рукав С фонариком Кругленький воротничок Который видела на мамином платье В котором она ходила на работу В поликлинику Шить такой воротничок С пуговицами Как на мамином платье У меня не получилось И поэтому я сделал разрез под воротником И аккуратно обшил его кусочком основной ткани Под воротничком получилась маленькая капелька Вырез Чтобы легко проходила голова Капелька завершала двумя Сшитыми из той же ткани тесемками Которые завязывались на шею бантиком Кто учил меня этому? Никто Я не знала ни одного приема строчек По малолетству еще не успела ничему научиться Ни от мамы, ни от бабушки Пред самой войной Только начала обшивать своих кукол Из лоскутков ткани Которой всегда не хватало на полноценное платье И приходилось фантазировать Чтобы одеть куклу понаряднее И вот оно, мое настоящее первое платье Сшитое моими руками Оно мне казалось самым красивым на свете А я в нем самая нарядная Платье ходить мне было некуда Но когда мистер Фрэнк и фрау Гертруда В дом пригрешали гостей соседней фермы Мне позволяли надевать свое платье Это были самые счастливые дни детства Я забывала, что я не вольница в чужой стенке Что жизнь моя полностью зависит от этих людей Которые могут и приголубить, и выгнать Во все другие дни я снова и снова занималась хозяйством Убираясь за животными и людьми Так я прожила в 7 лет Кляйн 7 лет Война закончилась, но мне идти было некуда А хозяевам терять бесплатную домработницу не хотелось Жизнь моя по-прежнему притекала на ферме Но уже с другими обязанностями Однажды фрау Гертруда попросила помочь меня Прострочить прямые швы на пальто Которые она решила сшить сама для младшей дочери Петре Я так увлеклась этим занятием Что не заметила, как за две ночи сшила пальто Пришила рукава, подкладку И даже вышила цветы на карманах В результате получилось пальто Которое не встретишь ни в одном магазине После того, как я сшила это пальто Меня освободили от работ на скотном дворе И я стала обшивать всю семью Тем самым экономя немалые деньги для семьи Кляин Вскоре фрау Гертруда Стала принимать заказы от соседей И от фермеров других селений Пожилая фрау Моника Помогала мне придумывать фасоны Поднимая из памяти своей молодости Эскизы элегантных женских нарядов О вещах, вшитых в семье Кляин Стало известно не только в округе Я уже с эскизами не справлялась Хотя я сидела за машиной день и ночь Дала моты в спине и слепание глаз от недосыпания Иногда я засыпала прямо на швейной машинке А однажды чуть не прошила себе пальцы Шить на машинке Зигнер было одно удовольствие И я строчила без остановки Вскоре хозяева на работу приняли двух девушек-румынок Которые стали строчить вместе со мной вещи на заказ Я больше стала заниматься кроем одежды С появлением в доме двух девушек И видя, как они зарабатывают на швейном деле У меня стала зарождаться мысль Что и я могу зарабатывать чутьем А уйдя из семьи Кляинов Я могу стать самостоятельной Я все еще грезила мечтой найти мою маму А вдруг она действительно В тот вечер в концлагере Просто не успела вернуться с работы А не погибла И не попала в газовую камеру, как и другие Девушки Шуи рассказывали мне о своих судьбах И говорили, что копят деньги, чтобы уехать из Германии И приехать домой с подарками Они копили деньги И у них был шанс Мне денег не платили И, как мне объясняли подросшие дети хозяев Тебе зарплата не положена Ты здесь живешь Помогала мне все та уже совсем постаревшая фрау Моника Которая в первые дни моего пребывания в семье Кляинов Подарила мне фарфорового ангелочка Она поставила вопрос ребром Перед своим сыном Фрэнком Заявив, что ей пора девочку легализировать И отпускать на свободу Ей надо найти родственников Строго завершила свой монолог фрау Моника И захлопнула за собой дверь Она это так решительно Выезжая из комнаты на инвалидной коляске Что ее ж сын Мистер Фрэнк был окончательно убежден В правильности своих назревавших мыслей И больше не слушал никакие доводы жены Что живется в этой русской с... Мне действительно повезло Что я попала в эту семью после концлагеря Что так или иначе Члены семьи заботились обо мне Но из заботы прятавших меня людей Я уже выросла Как давно выросла Из первого шидово мною штепельного платья Да, в этом доме я нашла приют Безопасность Но для моего сердца здесь никогда не было тепло А было даже холодно От подчеркнутой педантичности и скупости хозяев Тепло в этом доме мне было только от железной печки Гордо называемой старинным камином Да и то, у печки я не сидела ни разу А тепло от него чувствовала на расстоянии Тепло мне было в этом доме лишь от того Что рядом был белый фарфоровый ангел Да и иногда разговаривала со мной пожилая фрау Моника Вскоре я вместе с романскими девушками поехала в город Чтоб получить свои первые документы И... Вот эту книжку Людмила Леонидовна Ларкина Написала по воспоминаниям одной маленькой девочки Недавно Людмила провела презентацию по интернету Я решил взять снова книжку в руки и прочитать Без слез ее читать нельзя Там очень много таких моментов, которые трогают за душу Я сейчас вам прочитаю небольшой отрывок из книги Вот эта девочка прожила в концлагере Потом она жила в Германии Ей пришлось сделать выбор Через советского консула Знакомой семьи, в которой она проживала И получила дружеский совет В СССР не возвращаться Михаил и Нюра стояли со мной в очереди Чтобы подать заявление и ехать в любую другую страну Но не в СССР Тогда принимала беженцев Америка, Канада, Австралия, Англия, Франция Они решили ехать в Америку Я не принимала никакого решения И не знала, в какую страну мне ехать Но поняла, что после концлагеря Мне домой возвращаться нельзя Чтобы не навредить родителям и сестрам Я верила, что все они живы И после войны счастье проживает в Советском Союзе Всех нас, беженцев из Германии Отправили в Италию Там продержали около четырех месяцев Михаил и Нюра, став к тому времени мужем-женой Уехали из Италии в Америку Я, поскольку отвечала, что мне все равно В какую страну ехать Попала в Австралию В списке для отправки в Австралию Попали и другие русские Молодая семья Муж и жена И еще двое девушки И две девушки Вместе со мной Нас плыло на пароходе в Австралию пять человек Почти месяц мы плыли до Брисбена Я уже потерял счет дня Может это было три недели Но мне показалось безумно долго Уж очень далеко находился этот пятый континент О котором я раньше не слышал Не слыхала Не слышала никогда Кроме как в очереди за визой Я даже расписываться не могла Подписывая в первый раз Омиграционные документы Ставшая след узницей концлагеря А потом домработницей Я к семнадцати годам Стала совершенно безграмотной По-немецки говорила Лучше, чем по-русски И могла читать вывески на немецком Писанной грамоте не владела Сидя на пауле парохода Я часами смотрела на воду На горизонт До которого казалось никогда не доплыть И понимала Что уже никогда не увижу родной стороны Кто-то родной стороны Кто-то плакал Кто-то молча Часами Кто-то танцевал на палубе Я равнодушна была ко всему Плакать я разучилась А веселиться не научилась Вот наконец показался берег На пароходе объявили Что мы подплываем к славному Артиллерийскому городу Брисбин До сих пор не знаю Как русской молодежи Брисбина стало известно Что на пароходе плывут русские беженцы Не успели мы сойти с парохода Как нас окружила молодежь С возрастами приветствия С криками радости Обнимая нас как родных Я была ошеломлена их энергией Задором и открытостью чувств Они обнимали нас Хватали узлы с вещами Девушки что-то безудержно Тараторили И все в голос убеждали Что мы теперь дома Вы в самой лучшей стране мира Кричали девушки и парни За многие годы скитания Я, пожалуй, впервые улыбнулась И это была не вынужденная улыбка Немецкой вежливости А искренняя и открытая Впервые я услышала Что слово русское Сказанное в мой адрес Произвестилось не с брезгливостью Которую я постоянно улавливала Голоса в хозяев А слово русское В устах этих молодых людей Звучало пронзительно гордо В висках судорожно забило Я русское! Я русское! По щекам моим текли слезы А может это была Может был этот дождь Который только начал накрапывать Я русское! Я русское! Я русское! Снова била в висках Чем громче произносила я эти слова И в обиде Текли слезы По моим щекам Меня обнимали Незнакомые люди Что-то кричали Стараясь прикричать прибывших беженцев И встречавших людей Мой фарфоровый ангел Был в моей маленькой сумочке Подаренными фрау Моникой Я крепко прижала Груди И боялась Что во время Объятия Эти незнакомые Счастливые русские Могут уронить мою сумочку И ангел счастье разобьется Ничего такого не случилось Нас на легковой машине Потом я узнал Значей-то радистской машине Привезли Русский клуб Это был клуб На Сенгей-стрит Брисбен мне показался Не очень уютным городом Но пригороды Его очень понравились Поселили нас В небольших комнатах В дощатом доме В районе Вулунгабба Это тогда считалось От центра города далеко На дворе стоял 1951 год Продукты питания Одежду, топливо Обувь в Квинсленде В то время получали По карточкам Уже через 3 дня Я вышла на работу И строчила простыни Из-за навески На одной из фабрик Которую организовала В Брисбене Русская женщина Я не собиралась говорить Что в Германии Я шила не только простыни Но элегантную одежду Для модниц Я больше молчала Чем говорила Мною было так много Пережито Что совсем не хотелось Разбрасываться словами В цехе быстро Привыкли к моему Постоянному молчанию И никто не пытался Меня разговорить Или рассмешить Порой неуместными Утренними анекдотами Новым людям Показывая на меня Говорили Она у нас молчаливая И потому Самая умная И еще она Самая добрая Ничего ни для кого Не жалеет Хоть что у нее попроси Отдает Не задумываясь То ли ценности Не видит вещи То ли ни в чем Сама не нуждается Нуждаться теперь Я и правда не нуждалась Как раньше Хотя экономить Приходилось ежедневно А иногда Очень жестко Выделяя себе На день Два кусочка хлеба И два стакана чая Хотелось красиво одеться Как одевали женщины В праздник немецкой семьи Которую я часто вспоминала Поймав себя На размышлениях О красивой одежде Я обрадовалась Этому чувству Значит я не умерла И все еще живу Подумала я И стало мне От этого умозаключения Радостно Я еще долго Прислушивалась к себе Живу ли я на земле Или уже эта жизнь В другом мире Австралия поражала меня Своим цветением садов Пением птиц И нескончаемым летом Где я не мерзла Не голодала Где я впервые Была свободной Я всем сердцем Полюбила эту страну И не всегда Вскоре мне помогли Поступить в вечернюю школу Для взрослых И я начала изучать английский язык Письменному русскому языку И чтению меня учила Молодая девушка Антонина Которая прибыла в Австралию Бежав из России Вместе с родителями Через Персию Несмотря на трудности И большие ограничения В бытовой жизни Русская молодежь Хотела общаться По выходным Активисты Взявшие шество Над беженцами Приглашали нас Русский молодежный клуб На Стэнли-стрит Я без особого желания Шла туда Исключительно для того Чтобы поддержать Компанию девушек-соседок К тому же В здании В котором располагался клуб Находился супермаркет Где я покупала Клеп и картошку Русская молодежь Ставила спектакли Собирая в зале По 350 человек Большой популярностью Русские спектакли Пользовались в австралийстве Пьесы ставили По классическим Произведениям Русской литературы Иногда сами Сочиняли сценки На тему войны Во время спектакля Про войну Чтобы не разрыдаться Я выходила из зала И слышала за спиной Как взрослые Высказывали нагадки В мой адрес о том Что это из Европы Пренебрегает спектакли Про войну Потому что Слишком молодая И не успела узнать Что такое война В такие моменты Я снова надолго Уходила в себя И не хотела Оттуда возвращаться Однажды Меня попросили Встать В певческий хор И спеть вместе Со всеми Казак молодой Слов я не знала Но тут же Выучила В ходе репетиции За что Гриша Пожарский И Шура Ситникова Меня похвалили Так я узнала Что могу петь Потом стала Исполнять сольные песни Романсы И всякий раз Заканчивалось Мое выступление Слезами зрителей Которые потом Долго не отпускали Меня со сцены Режиссером Всех спектаклей И концертов Был молодой барон Из Харвина По имени Вячеслав Он и посоветовал Мне поступать Учиться в консерваторию Он не знал Что я не имею Ни малейшей грамоты Но спасибо ему За совет Я обрела мечту И жить мне стало легче То, что я после Констлагеря И как выжила После него Я никому не рассказывала В то время В то время Я не нашла бы слов И сил Рассказать Кому-то об этом Все дни Теперь мои Проходили в работе На швейной фабрике Вечера в учебе А в выходные дни Я стала петь В церковном хоре Во время концертов В клубе Я все чаще Была на сцене В качестве солистки Незаметно Для себя Я обрела популярность У зрителей Ой, если бы только Знали люди Слушавшие меня Какую душевную боль Мне причиняло Мое исполнение Каждой песней Я пела Про российские поля А перед глазами Снова возникали сцены Как в траве Истекает кровью Братишка Как под лай Немецких овчарок Мне грызут руки За кусочек От мякиша Как я сама Закроску хлеба Грызаюсь в чей-то палец И уже никто Не может меня От него оторвать На юношей Которые приходили В русский клуб И пытались Ухаживать за мной Я не обращала Никакого внимания Меня до брезгливости Раздражало Их навязчивое Джентльменское внимание Я понимала Что моя болезненная Неприязнь К этим галантным Молодым Русским людям Оказывающим Мне знаки внимания Это последствия Нечеловеческих травм Которые я пережила Девочкой Будучи узницей А затем пленницей В немецкой семье Любимый Он появился в моей жизни Совсем неожиданно Приехав из Сиднея В Брисбен к друзьям Павел пришел В клуб на концерт После моего выступления Передал на сцену записку Где было написано Одно слово Спасибо Почему-то это слово Написанное тайно Незнакомым человеком Было для меня Громче всяких аплодисментов В тот вечер Неизвестный Благодарный зритель Ко мне не подошел И больше записок не было Через две недели Мне снова передали Записку на сцену Написанную Тем же мальчишечьим Корявым почерком И с тем же Единственным словом Спасибо Так повторялось Несколько раз И с разными интервалами В две В три недели Иногда через месяц Потом Каждый раз Когда должна была Появиться таинственная записка Я чувствовала Что загадочный Незнакомец В зале В такой вечер Мне пелось Особенно легко В один из вечеров Я пела Как никогда На высоком Душевном подъеме И в глазах Моих стояли Не сцены Переживших страданий А мой белый Фарфоровый ангел Его фарфоровые крылышки Ожили Все так же Сияя золотой пыльцой Ангел из детства Кружил прямо Перед моими глазами Я пела с таким Воодушевлением Что казалось Сама отрывалась От сцены И парила Над залом Вместе с ангелом Я была уверена Что таинственный Автор записок Сегодня в зале Но записки После концерта Не последовало Я ушла За кулисы С чувством Обманутой девочки И недополученных Аплодисментов Выходя из клуба После концерта Я увидела У двери Молодого человека С букетом Крупных ромашек И сильно Разволновалась Молодой человек Тоже заметно Волновался Но все же Пошел мне Навстречу И не преподнес Мне цветы А как-то Неуклюже Втолкнул их Мне в руки Несколько ромашек Выпали из букета Молодой человек Стал собирать Упавшие на пол Цветы И поднимаясь Стукнулся головой А мое колено Его неловкость Несколько остудила Мое волнение И я краснее Сдала Как мне показалось Самый нелепый вопрос Это вы Это я Ответил юноша Поднимаясь И еще более смутившись На улицу Из клуба Мы вышли вместе И он мне сразу Сказал Что приехал Просить моей руки И сердца И ответ мой Должен прозвучать Не позднее Чем завтра Мне надо решить Переезжаю я В Брисбен Или нет Говорил он Торопливо Запинаясь на каждом слове Вид у него был Как у испуганного Мальчишки У которого Собрались отнять Что-то очень важное И если он Не успеет Это важное Прижать к себе То потеряет Его Навсегда Видно было Что он готовился К речи Заранее А теперь Растеряв все слова Собирал их В несвязную речь Это выглядело Так же волнующе Как рассыпавшиеся Ромашки Из букета У ног И стукнувшаяся Голова О мое колено Нет Он не выглядел В эту минуту Глупцом И недотепой Он выглядел Влюбленным Человеком Окончательно Потерявшим Голову Меня переводят На работу В Брисбен Но с правом Выбора Да Или нет Продолжал Юноша Если вы Говорите мне Да И согласитесь Стать моей Женой То я Переезжаю Сюда Если Ваш ответ Отрицательный То делать Мне в Брисбене Нечего Его прямота Без лишних Подходов И недомолвок Была настолько Искренней Что я Опешила Заметив Что после Сказанного Он совсем Растерялся И вдруг Может уйти Опять на Три недели А то и более Я неожиданно Для себя Выпалила Да Я согласна Мы оба Стояли Изумленные Тем Что все Так просто Разрешилось И не могли Придумать Что делать Дальше Павел Представился Жених И засиял Такой Очаровательной Улыбкой За которой Я пошла Бы На край Света Соня Ответила Я Смутившись Еще Больше Через Две Недели Павел Приехал В Брисбен С двумя Чемоданами Непритязательных Вещей Мы Подали Заявление В ЗАГС И обвенчались В Свято Николаевском Соборе Свадьбы У нас Не было А только Небольшая Вечеринка С его Родителями И друзьями После Медовой Недели Павел Уехал В очередной Рейс По перевозке Грузов По Австралии Слово Семья Это самое Сокровенное Слово Для меня Которое Жило во мне И часто Кружилось В моих Воспоминаниях Все самое Лучшее В моей Жизни было связано С этим Словом Моя счастливая Семья С мамой И папой С сестренками И братом Осталась В довоенном Детстве В тихой Светущей Черемухой Деревне Я не знала Кто остался В живых Из моей Семьи После войны Смерть Я видела Только Восьмилетнего Братишки Оставшегося Лежать на Дороге При перегоне Нас Из деревни Городная В смерть Других членов Семьи Я не верила С замужеством В Австралии Я обрела Семью И ценила Это больше всего На свете Ради Павла Я могла бы бросить Сцену Любимую работу Жить в лачуге Готова была Даже снова голодать Хотя голода Я очень боялась Готова была На любые лишения Лишь бы быть Рядом с мужем Я впервые Была счастлива Так Что просыпалась Пять часов утра С единственной целью Чтобы предстоящий день Показался Для меня длиннее Потому что в этом Дне был Павлуша Мое сердце Радостно покалывало От мысли Что у меня есть муж Что утром Я проснусь На его плече Что мы будем Мечтать Говорить Строить планы Провожать у друга На работу А потом ждать И ждать тех минут Когда рабочие часы Закончатся И мы полетим Другу навстречу Не отвлекаясь Ни на магазины Ни на друзей Время ожидания С работы мужа Всегда казалось Несправедливо Долгим Я ежесекундно Думала о нем Если Павел При возвращении Из рейса Был дома То я заботилась О нем А он обо мне Так Что у нас Собой Кружились Части головы Иногда Мы ранним утром Одновременно Вскакивали И бежали На кухню Чтобы успеть Захватить Первенство По готовке Завтрака А иногда Обы ленились Помыть посуду Потому что Не могли Оторваться Друг от друга И жалели Время На такую Житейскую Травиальность Как грязные Тарелки Нет ничего Выше Чувства любви И заменят радость Которую получаешь Рядом с любимым Человеком С первого дня Мы с Павлом Стали мечтать О детях Говорили о том Как будем их воспитывать Что будем им разрешать А что запрещать Иногда спорили И тут же Оба соглашались Друг с другом И снова спорили Нет Это ты был прав Нет Ты права Снова искали Единое решение Мы даже стали ходить В детские отделы Магазинов Мечтаем Какие мы купим Малыши игрушки Коляску Ботинки Опять спорили И смеялись над собой Ничего этого Не случилось Малыш не хотел появляться И мы стали волноваться Стали обращаться К докторам Причина бесплодия Оказалась во мне Начались хождения По докторам Лечение Разочарование Обиды на себя И на весь мир Прошло пять лет После свадьбы Но детей у нас Так и не было Павел уверял Что это для него Не трагедия Что можно Ребенка усыновить Или удочерить Из приюта Дать сироте шанс Жить счастливой семье С любящими Мамой и папой Я постоянно Копалась в себе Боялась Что не смогу Полюбить чужого ребенка И очень хотела Чтоб малыш был Только Пашем Снова Навалились Воспоминания Концлагерного дедства Изуродованной войной Юности в домработнице Из души Вырывались Проклятия В адрес Тех Кто разжег войну До боли В ушах Ненавидела Гнусного Уже не молодого Соседа по ферме Заманившего Обманом меня Четырнадцатилетнюю Девочку Свой хлеб С просьбой Помочь Собрать куриные яйца В труднодоступных местах И изнасиловавшего Со зверским цинизмом И с хихидным смехом Дряхлеющего Развратника Вспоминался тот ужас Который я пережила В те минуты Хруст сломанной руки Боль от разрывов Последовавшие скандалы Соседа с моими хозяевами Оговоры Мои хозяева И фермерные соседи С трудом договорились И сошлись на мировой Кто понесет Расходы По организации Криминального аборта Малолетних русской домработниц Аборт был сделан В домашних И стерильных условиях В 1960-е годы В Брисбене Как по заказу Каждую неделю В непостовое время Играли русские свадьбы Потом Стали рождаться Один с другим Дети Мы с Павлом Уже потеряли Всякую надежду Что станем родителями В семейной акции Память Я решила принять участие Так как очень важно Все вместе Всей семьей Оставить после себя Вот такой фильм Который наглядно Показывает Нашу сплоченность Даже несмотря на города И тем более страны Читая Фарфоровый ангел Проникаешься Историями Из жизни Русских иммигрантов Хоть текст Книги читается С легкостью Но каждый рассказ Цепляет за живое И порой Заставляет задумываться О важных вещах Письмо из Хабаровска В 1971 году Родителям Павла Пришло письмо Из Хабаровска В котором говорилось Что там проживают Их близкие родственники Письмо шло Через разные руки Полгода Еще через год Отцу Павла Николаю Тимофеевичу Пришло письмо С фотографией Его сестер Бывший офицер Царской армии Николай Тимофеевич Вынужденный Оставить свою родину В 20-е годы 20-го столетия По политическим Соображениям Посидеть родину Не мог Но постоянно Говорил с сыном О своей мечте Побывать в России Даже если бы Он собрался Ехать в СССР То по состоянию Здоровья Не осилил бы Эту поездку Павел пообещал Престарелому отцу Что когда-нибудь Он непременно Посетит дом отца И привезет ему Землю И весточку С родины Ждать о решении Моего Павлуши Долго не пришлось Он всегда Исполнял обещанное Павел все чаще Стал говорить О поездке в СССР И о том Что все там Теперь уже хорошо Народ счастлив И еще он Внушил себе Что побывав На родине родителей Поклонившись Тем местам Где корень Берет его род Осуществится И наша мечта Появится Долгожданный Малыш Если бы я знала Что муж Действительно Решится На поездку В Советский Союз Я бы После первого Нашего разговора О детях Сразу бы Усыновила Несколько детей Но я была Упряма Все разговоры Об усыновлении Переводила В шутку Или на другие Дела Как мне казалось Более существенные На тот момент В один из дней Павел был особенно Убедителен Как будто он Сам себе Доказывал Правильность Своего решения В тот вечер Он показал мне Купленные билеты До Хабаровска Улетал Павел В Россию Ранним Субботним Утром 18 августа 1973 года Такого холодного Утра В Австралии Давно уже Не было Меня с собой Он категорически Не брал И говорил Что он будет Чувствовать себя Спокойнее Если я останусь В Австралии Уверял меня Что то время Которое он будет В России Пролетит быстро Так же быстро Как я ухожу В рейс Успокаивал он Меня Целуя в нос Лоб Губы Я должен Лететь Ради нас С тобой Я уверен Что земля отцов Поможет нам Я должен Это сделать Ради моих родителей Которые уже В преклонном возрасте И все мечтают О горстке земли Со своей родины Все это Звучало Убедительно Горячо И искренне Но вместе с тем Очень тревожило меня С тех пор Как мы поженились Мы никогда Не расставались Более чем На две недели А тут он уезжал На целый месяц Павел улетел Через два дня Мне сообщили Что он погиб В автомобильной Катастрофе Так и не добравшись До дома Своих родственников Похоронили его Сестры Николая Тимофеевича На городском Кладбище Хабаровска Родителям Павла Они написали Письмо В котором Сообщали О похоронах Что очень Жаль Павлушу Что сами Они живут В СССР Очень счастливо А бабушка Павла Параскева Игнатьевна Ждет всех Родственников Из Австралии В гости Параскева Игнатьевна Матери Николая Тимофеевича Уже не было В живых Более Десяти лет Скончалась Она В Сиднее В 1963 Году Из письма Мы поняли Что лучше В Советский Союз Из Австралии Никому Не приезжать И снова Боль воспоминаний Что я пережила С потерей Павла Это невозможно Описать Никакими словами Не передать Моих чувств Ни в одной книге Замуж Я больше Не выходила Во мне Как будто Что-то умерло Оторвался Моя День жизнь Чтобы забыла И осуществить Мечту Павла Поступила Учиться В Бризбенскую Консерваторию По классу Вокала Ходила на учебу С чувством Выполнения Долга И пела На сцене Лишь потому Что о моей Учебе Мечтал Павел Пророчен Неярко Будущей Известной Русской певицы Во время Во время Учебы Я полностью Ушла В австралийскую Среду И осталась Там Навсегда Вряд ли Кто меня Вспомнит Из русских Сегодня Если только Глубокие старики Из тех Кто встречал Нас С пароходом В Бризбене В 1951 году В сияющий Солнцем Австралийский Январь Уже Никого Не осталось Живых Они были Старше Меня На 10-15 лет Некоторых Из них Я проводила В последний Путь О кончине Других Слышала Случайно С каждым Уходом Представителей Той задорной Энергичной Молодежи Которая Силой Вытащила Меня На сцену Русского Клуба От меня Уходит Часть Меня Сейчас Я чувствую Что таю С каждым Днем Я ухожу Вместе С тем Я хочу Признать Что прожила Ни бесцельную Ни пустую Жизнь Австралия Принявшая Отличавшую Девочку Дитя Чужой Страны С материнской Заботой Залечила Мои Кровоточащие Десятилетия Миран Я благодарна Этой Стране Я благодарна Судьбе Что жизнь Свою завершаю На этом Зеленом Острове Где Должны Жить Только Ангелы Никогда Никто Не услышал От меня То Что я Рассказала Сегодня Вам Никто Из русских Не знал Что я Я была Шестилетней Кузницей В концлагере Что Мой Детский Труд Эксплуатировался Так Что я Засыпала Падая В навоз Под коровой Никто Никогда Не слышал О мерзких Сексуальных Притязаниях Взрослых Которые Я пережила Будучи Домработницей Я Впервые Говорю Об этом Я Знаю Что Вы Людмила Не Откройте Мое Имя И Моя Судьба Не Станет Посмешищем Ни Для Кого Никто Не Будет Разбирать Моих Костей Ни При Жизни Ни После Моей Смерти Возможно Вы Напишите Так Что Читатели Пожалеют Ту Маленькую Несчастную Девочку И Будут Делать Все Чтобы Не Было Вой На Земле О Своей Боли И Переживаниях Я Научилась Молчать С того Момента Когда Лежала Под Вонючими Тряпками В Вагоне На Осколках Стекла Когда Мама Сказала Мне Что Бо Ни Случилось Тебя Больше Нет В Иммиграции Я Так Научилась Молчать О Своих Переживаниях Я Научилась Молчать О Своих Достижениях В Карьере Я Очень Скоро Поняла Что Среди Русских Успехами Блистать Опасно Русские Искренне Помогают В Беде В Горе Не Первыми Придут На Помощь Им Очень Нравится Быть Покровителями Но Не Нравятся Новости О Чьих То Достижениях Особенно Если Они Когда То Были С Тобой На Равных Среди Австралийцев Я Могла Не Скрывать Своих Чувств И Эмоций Но Они В силу Своей Парниковой Им Рассказать Невозможно Донести То Что Пережили Мы Дети Войны И Ничто Не Оправдает Безумие Войн Чинимое Политиками Я Многие Годы Пела На Австралийской Сцене Под Чужим Именем Я Имею Награды За Успехи Гастролировала По Австралии И За Рубежом Творческая Карьера Моя Как Я Считаю Удалась Но Имя Мое Осталось Неизвестным На моей Родине И Даже В Русском Брисбене Я Не Жалею Об Этому А Открываться Сейчас Уже Нет Смысла Я Пела В Церковном Хоре В Русской Православной Церкви Брисбене Но От Церковных Людей Держалась Далеко Бог Был Во Мне В Моих Молитвах И Хранил Меня Послав Мне В Утешение Фарфорового Ангела Который Был Со Мной Рядом Всегда Я Везде Носила Его В Сумочке А Вернувшись Домой Ставила С Иконами Позаботьтесь О Фарфоровом Ангеле Мой Фарфоровый Ангел Побывал Со Мной В 1989 Году На Моей Родной Земле В Белоруссии Я Нашла Свой Дом Встретилась Со Старшей Сестрой Единственной Кто Осталась Жив Из Моей Большой Семьи То Что 16 Летняя Маруся Пережила После Того Как Нашу Семью Расформировали По Разным Путям Значения Столкнув Ее В Вагон Увозивший Молодых Сильных Девушек В Германию Об Это Надо Писать Отдельно Жизненный Путь Моей Сестры Советского Лагеря Это Еще Страшнее Чем Мой Рассказ О Моей Жизни После Моего Путешествия И Возвращения Из Советского Союза Мне Не стало Легче К Моим Переживаниям Прибавилась Носальгия По Родине До Этого Свой Поселок Я Практически Не Вспоминала Мои Воспоминания О Родине Замкнулись На Воспоминаниях О Брате Лежащим В окровавленной Рубахе В траве О Маме Воспоминания Детства Это Лай Немецких Овчарок И Страшные Ночи В Казарме После Посещения Родительского Дома Где Когда-то На Голубой Крашеной Масляной Краской Тумбочке Стояла Статуэтка Моего Ангела Я Стала Сильно Тосковать По Родине В Дом Наш В Полесье После Войны Не вернулись Ни Папа Ни Мама На Папу Хранится У меня Похоронка Которую Передала Сестра Я Привезла Желтый Выборавший Листок Похоронки В Австралию И храню Как Реликвию Моей Уничтоженной Войной Семьи Зачем Я Привезла Ее Сюда Даже Не Знаю Вместе С Похоронкой Привезла Фотография Фотографии Сестры И Ее Детей А Еще Привезла Свадебную Фотографию Мамы И Папы Это То Что Осталось Мне На Память От Моих Семьи Да И Конечно Со Мной До Сегодняшнего Дня Мой Заботливый Попровый Ангел Комитер Я Прошу Вас Людмила Принять Этого Ангела В свой Дом Пусть Хранит Он Вашу Семью И Семьи Ваших Детей Я Ухожу Спокойно С Чувством Упоминного Долга Перед Себой Перед Стороной В которой Я Пела В которой Не Испытывала Голок Которая Подарила Мне Любовь И Хоть Всего Десять Лет На Шастливой Семейной Жизни Мне Неком Сегодня Заботиться Кроме Как Об Ангеле Который Заботился Всю Жизнь О Мне Позаботиться О Форум Ангеле Я Познакомилась Софьей Моисеевной В Бризбане Когда Она Была Уже В Преклонном Возрасте Я Ничего Не Знала О Фарфоровом Ангеле Но Обратила Внимание Что Она С Трепетом Относится Фарфоровой Фигурки Ангела А Когда Она Начала Рассказывать Это Уже В конце Ее Жизни Об Этом Ангеле Я Поняла Насколько Важно Для Нее Было Это В жизни Насколько Важен Для Нее Был Этот Фарфоровый Ангел Который Стоял У нее На Тумбочке Она Рассказывала О нем И Рассказывала О всех Своих Минутах Жизни Когда Он Ее Спасал Она Сама Мне казалась Ангелом Самым Настоящим Ангелом Потому Что Я Чувствовала Ее Заботу Ее Любовь Ее Безграничную Любовь Которую Я Ощущала Фарфоровым Фарфоровым Ангел Он Прошелся По моей Жизни И я Просто Чувствовала Его Присутствие Точно Так же Как Чувствовала Присутствие Как Нечто Живого Софья Моисеевна И для Меня Он Стал Тоже Очень Важным Но Не Случилось Того Что Он Живет Теперь В моем Доме Или Остался Мне Его Нет И Об этом Я Написала В Послесловии В конце Книги Итак Послесловие Последний Разговор Наш Состоялся Софьей Моисеевной В Астралийском Старческом Доме В Брисбоне Она Очень Настаивалась Взять Фарфорового Ангела Но Я уверяла Ее Что Он Еще Ей Пригодится И Должен Стоять На Тумбочке Рядом С Ее Кроватью В Правильности Своих Слов Я Была Уверена Я Была Уверена Что Эта Пожилая Женщина Хотя Уже И Не Могла Передвигаться Без Посторонней Помощи Но Всегда Ухоженная Элегантная С Высокоподнятой Головой Не Могла Сейчас Умереть Старички Гораздо С худшим Здоровьем Живут В Астралии Намного Дольше Она Не Могла Умереть Сейчас Когда Решилась Рассказать О своей Жизни И В Запасниках Ее Памяти И Сердце Еще Было Много Того Что Дало Бы Нам Оставшимся На этой Земле Урок И Опыт Я Видела Как Ее Вдохновляли Наши Встречи С Каким Волоседушевлением И Радостью Она Рассказывала О Прошедших Днях Своей Жизни Я Пообещала Что Через Три Дня Приеду К ней Снова Софья Моисеевна С трудом Поднялась С кровати И Держась За ходунки Вышла В коридор Провожать Меня При Мне И Молоденькой Нянечке Которая Помогала Мне Придерживать Старушку Софья Как она Снова Протягивает Мне Ее Ангела В этот момент Она Мне Показалась Маленькой Беспомощной Девочкой Мне Захотелось Вернуться Обнять Старушку Прижать К себе Как Ребенка Но Видя Как Нянечка Поторапливает Софью Моисеевну В ответ Я Деловито Помахала Рукой И Скрылась С ее Глаз Мне Показалось Что Сегодня Она Была Немного Не в Себе Но Я Была Уверена Что Ее Фарфоровый Ангел Снова Ей Даст Силы И Надежду На Жизнь Через Два Дня Из Дома Престарелых Мне Позвонили И Сообщили Что Старушка Которую Я Навещала Умерла И Перед Кончиной Просила Передать Чтобы Я Забрала Ее Вещи И Главное Хранила Бы То Что Она Так Настойчиво Просила Меня Забрать При Последней Встрече Я Поняла От Чем Уходя Виной Мир Просила Меня Софья Моисеевна По Телефону Директор Дома Престарелых Настаивал Как Можно Скорее Освободить Шкаф И Комнату Усопшей Я Приехала В тот же День В комнату Софьи Моисеевны Кровать Ее Была Аккуратно Заправлена В ожидании Другого Резидента Личные Вещи Лежали Сложенные В шкафу На Тумбочке Лежала Стопка Книг Которые Софья Моисеевна Просила Передать Мне Фарфоровой Статуэтки Нигде Не Была Я Спросила Сотрудников Не Видели Ли Они При Уборке Фарфорового Ангела Мне Ответили Что Он Постоянно Стоял На Прикроватной Тумбочке Что В последние Два Дня Женщина Не Выпускала Его Из рук И Все Повторяла Чтобы Ангела Передали Миле Статуэтку Которая Умоляла Меня Забрать Софья Моисеевна Я Так И Не Нашла Моисеевна Прикроватной Моисеевна Моисеевна